Здравствуйте, уважаемые друзья! В завершении фильма о том, как мы используем синель, которую мы изготавливаем сами, я хочу изготовить с использованием нашей синели стример. Самый простой, так как вы и просили, для того, чтобы можно было ловить и щуку, и в то же время окуня и любую мелкую нашу хищную рыбу. Крючок я взял номер 10, стримерный, можно крючок использовать любой. Слегка его огрузил. Нам для изготовления понадобится, хотите изготавливайте перьевой вариант, хотите изготавливайте из меха, это уже не принципиально. У меня имеется вот, допустим, вот такой мех, несколько жестковатый, песца, но достаточно крепкий для того, чтобы выдерживать поклевки окуня. И в качестве точки атаки, как обычно я говорю, имеется вот такой мягкий мех песца. Можно использовать пряжу шерстяную. Все, что у вас будет под руками, пожалуйста, используйте для изготовления. Это не принципиально. Значит, хвостик должен быть достаточно пышный, так как у нас не будет уже в наличии крыла сверху, которые будут поддерживать наш стример от вручения. Поэтому берем по длине, можно несколько длиннее. Так как вы берете, допустим, в пропорциях для изготовления вули-баггера равной длине или же несколько больше длины самого цевья. Закрепим одной притяжной петлей, подхватили, пока не приматываем, для того, чтобы не было нагромождения материалов. Достаточно посмотрели, какая длина нашего хвостика. Вот его, в принципе, это будет вполне достаточно. Теперь, что нам необходимо. Добавим немножечко еще белого, для того, чтобы он несколько жестче, сам по себе мех, и будет давать хорошую устойчивость нашему стримеру. Если есть у вас перо-марабу, пожалуйста, используйте перо-марабу. То есть, как я уже вам объяснил, любой материал, который у вас имеется в наличии, может быть использован для изготовления этого стримера. Значит, белый у нас, я убираю вот эти, которые несколько грубые волоски нашего меха. Оставляю приблизительно так, чтобы моя величина пучка была несколько больше красного. И чуть-чуть длиннее, буквально на пару сантиметров. И здесь же, в одной точке, также подхватываем его. И смотрим, как он у нас расположен. Меня вполне устраивает. То, что он лохматенький такой, это не страшно. Он станет все на свои места. Теперь обязательно на место крепления нанесем хорошую порцию клея. Буквально на весь мех, который у нас вот оставался. Почему я его и не подхватывал. Нить желательно использовать достаточной толщины, но и в то же время, чтобы она была крепкая. И у меня имеется вот такой голографический люрекс под руками. Это не значит, что вы должны только его использовать. Прядь, парочку прядей вернее, я укладываю сбоку. Переламываю сверху. И так, чтобы не накручивать 325 раз. Переламываю так, чтобы у меня уже по длине совпадало с моей второй половиночкой. Подхватили. Теперь мы с вами удаляем остатки нашего люрекса. Подрежем нашу петлю, которую мы с вами сделали. И окончательно уже подравняем, подхватим материал. Учитывая то, что здесь загиб у меня не позволяет наращивать всевозможные материалы, я подравниваю слегка вот так ниткой, для того, чтобы у меня было ровное тело белое. Можно промотать фольгой, можно промотать даббингом. Это так, как вы, допустим, сочтете для себя нужным. Не принципиально. До окончания свинца. Ну и теперь переходим к нашему люрексу, который мы изготавливали. Как я уже говорил, такой материал, как синель, что мы изготовили, ее желательно сразу же использовать. Вот я оставил, вот как вы видите, с одной стороны зажим, а с другой стороны у меня мой крючочек. Я беру, перекину и здесь начинаю вот так подхватывать нить, с которой мы изготавливали. Свободный конец с крючком мы не отпускаем, чтобы наш люрекс не раскрутился. Удаляем остатки нитки. И теперь, окончательно промотав, здесь уводим нить к свинцу. Начинаем выполнять обмотку нашим люрексом, вернее синелью. Уводим наши бородки так, чтобы они у нас не лохматились, как вы видите, в сторону загиба. Вот такое количество недостаточно. Но, в принципе-то, мы это сейчас дополним пером. На крючке меньшей формы можно спокойно это изготовить. Возьмем теперь любое подходящее перышко, для того, чтобы выполнить жабо. Я подготовил вот такое конусное тело, другого практически, будем говорить, у меня нет. Посмотреть по величине бородок так, чтобы они у нас нормально были по загибу нашего крючка. Выравниваем вот так их вертикально, чтобы удобно было крепить. Закрепили здесь. Здесь проматываю я до почти самого колечка, подравниваю, соответственно, площадочку, так, чтобы перо у нас ложилось уже более ровно. Делаем завершающий узел, поменяем нить. Закрепили перо. И теперь выберем, здесь уже тоже не столь принципиально, в какую сторону будем выполнять обмотку. Главное, чтобы не подминались наши бородки и ложились ровным ёршиком. Чем больше его лохматость, как я называю, тем более устойчиво он у нас будет работать. Как раз длины нашего пера хватает до пуховой части. Здесь делаем еще один полный оборот. Закрепили перо. Остатки удаляем и оккультурим наш стример. Вот, друзья, и все. Нанесли капельку лака на нашу головку. И вот такой стример, как говорится, пятиминутка, как я их называю, готов к работе. В таком исполнении, как вы видите, он с успехом будет ловить и окуня, и щуку. Ну, практически любую рыбу, которая будет посягать на наш стример. Благодарю вас за внимание. До скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok